В Киеве стартовала первая всеукраинская выставка вязания «Тёплая осень». 50 мастеров из разных уголков Украины представили свои лучшие работы. Это одежда, украшения, игрушки и даже обувь, созданная с помощью различных техник. Уникальные вещи ручной работы видела Тамара Кононенко. Ружена пришла на выставку за вдохновением. Рассказывает, раньше сама и вязала, и шила. Особенно хорошо у неё получались свитера. Так получилось, что сейчас многое можно купить, но, конечно же, то, что здесь связано, это очень красиво. И где-то ностальгия-то в душе есть. Может быть, снова меня это вдохновит на что-либо. Я вязала когда-то с детства, и мне это очень интересно, это очень красиво, очень захватывает, я могу сказать, и, конечно же, развивает и фантазию. Свитера я вязала спицами в основном, и вязала очень красивые узоры. Куратор выставки Олеся занимается вязанием профессионально. Сначала работала под заказ, сейчас же изготавляет аксессуары для этого ремесла. Ассортимент спиц в мире очень разнообразен. Мы начали с самого простого. Простейшие спицы, ровные. И самый лёгкий материал в обработке – это сосна и берёза. Спицы есть круговые и просто прямые. Ими можно вязать что угодно и когда угодно, и в любом месте. Кроме спиц, не менее важный аксессуар для вязания – это крючок. А последние два года трендом является объёмная пряжа, которую можно вязать руками. Техник вязания очень много. Более того, связать можно практически любую вещь. Это одежда, бусы, сумки, головные уборы, кружевные зонтики и даже обувь. Отдельного внимания заслуживают амигуруми – маленькие меловидные игрушки, родом из Японии. На выставке представлена коллекция зверушек микроскопических размеров. Мы бы хотели отметить работу, которую замечают меньше всего, но она впечатляет больше всего. Это крошечные игрушки-амигуруми, требующие наибольшей концентрации и лучшего зрения в мире для того, чтобы их связать, потому что они меньше по размеру, чем 10 копеек. Главная цель выставки – возродить культуру вязания и показать, что это не просто увлечение, а настоящее искусство. К тому же ремесло имеет терапевтические свойства. Помогает избавиться от головной боли, повышенной утомляемости и депрессии. А самое приятное – это собственными руками создавать уникальные вещи. Ранее в советские времена вязали почти все, поэтому вязание было бытовым. Как приготовить еду, так и связать себе какую-то модную вещь. И все люди были одинаковыми, потому что в магазинах продавались одинаковые вещи. Поэтому кто вязал, тот выделялся своей индивидуальностью. Сегодня у нас вроде бы куча брендов, представленных в Украине. Мы можем пойти и купить все, что угодно. Есть вроде бы столько разных вязаных вещей, но все равно мы становимся одинаковыми. Организаторы обещают сделать выставку ежегодной и надеются, что она вдохновит многих украинок взять в руки спицы и создать уникальные вещи. Тамара Каноненко, Игорь Каркадым, UITV.